Всем привет, ребята! Вы на канале Джуля Джули, Смей и Юля. Сегодня я снимаю новое видео, решила разнообразить свой контент и снять влог, но влог не простой, не просто мой день на конец. Потому что такие влоги я уже снимала, сегодня у нас будет рубрика такая, так скажем, бросила все, уехала в Питер, потому что реально захотелось посмотреть этот город, я там еще ни разу не была, и от Москвы это очень близко, на самолете мы будем лететь всего лишь час пятьдесят минут, поэтому давайте начинать, я вам покажу много интересных мест, и вообще реально будет классный влог, у нас отель в центре Питера, поэтому есть мне что вам показать. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка в описании, ну а мы начинаем, погнали! Из ручной клади у меня только рюкзачок и сумка, потому что больше ничего не надо. Ну что ж, приключения начинаются. Первым делом мы, конечно же, сели в метро, доехали до станции Домодедовская, потому что именно от нее ходит экспресс-автобус, который отвезет вас до аэропорта за 30-40 минут, стоит он 150 рублей. Так что мы отправились и уже приехали к месту назначения. Все, мы уже проехали в аэропорт, и мы едем. Осталось два часа до выхода. Мечтаешь о газировке? Купи. Ой, что с телефоном? Смотрите, какой тут автомат интересный. Под стилистику. Как раньше. Но не раньше, видите? Цены-то какие? Прекрасные. Еще автоматы, знаете, сколько вода стоит? 170 рублей вода стоит. Прикольненько, да? Не прикольненько, на самом деле. Такие вот медведи тут, а мы ждем вылет. Так тут эстетично выглядит все. Ну и в полете нам давали такие вот батончики, но честно сказать, они не очень вкусные. Ну мы все улетели. Сейчас идем по РБК и отправляемся уже в отель. Я вам покажу. Ну и после аэропорта мы решили сразу сесть на такси и, собственно, поехать до нашего отеля. А приехали мы в такой потрясающий отель, у которого 4 звезды. Это отель Калейдоскоп Голд. Он находится на Малой Морской 15. Сейчас я обо всем вам расскажу, но просто полюбуйтесь, какая красивая надпись. Все, мы приехали в отель, смотрите, как тут красиво. Сейчас я вам все покажу. Вот такая тут красота. Смотрите, тоже продолжение номеров. Ну и первое, что нас встречает, это, конечно же, потрясающий холл. Просто посмотрите, как все по-дизайнерски оформлено. Ну и также тут еще есть бар. Ну и теперь давайте я вам покажу наш номер, потому что мне просто уже не терпится показать, где мы остановились. Сейчас я выделю карточку от нашего номера. Давайте я вам покажу. Так, заходим. Сейчас я вам покажу рум-тур. Вот, собственно, вот так выглядит вход в номер. Ну что, ребята, наступила моя любимая часть каждого влога про путешествия. Это, конечно же, показ отеля. Сейчас хочу вам показать наш номер. Заселились мы в отель Калейдоскоп Голд. На самом деле, мне тут очень понравилось, что, во-первых, прям самая-самая вообще близость от метро. То есть, очень близко идти и вообще уже рядом прям с нами достопримечательность. Вот такой прекрасный шкаф с золотыми ручками. Давайте откроем, посмотрим. Смотрите, тут, получается, есть такие вот полочки, также, конечно же, плечики и есть гладильная доска. Это очень круто. Я, на самом деле, вообще редко встречаю в номерах гладильной доски, также утюг и вот такая вот сушилка для обуви. Внизу нас встречает сейф, рядом со мной сейчас вы можете видеть кухню. Такая вот прекрасная кухонька, тоже есть в номере. Тут, получается, у нас раковина. Дальше нас встречает такой вот мини-бар. Тут можно купить себе шоколадки, батончики и так далее. Еще тут есть вот такая вот кофемашина Нескафе с капсулами, что очень круто. Вот такой стильный чайник. Верхние шкафы, сейчас вам покажу, что тут внутри. А тут внутри, смотрите, вот такие вот прекрасные красивые тарелочки. Тоже вам покажу сейчас их поближе. Тарелочки, кружечки. А внизу тут, оказывается, есть даже микроволновка. Я, правда, была в шоке, это очень круто. Не во всех отелях это встреча. Также тут есть мини-холодильник и мини-бар внутри. Тут разные принадлежности для кухни. Также соль, сахар. Все вы можете встретить в этом отделении. И также, конечно, вот шкафчик тут в ферри и мусорное ведро. Так, идем дальше. Номер у нас довольно-таки большой. И сейчас вы можете видеть такую вот прекрасную зону. Так скажем, я ее назову зона отдыха. Тут есть два таких прекрасных стульчика. Также столик. Есть плазменный телевизор. И он прям огромный и вообще классно. Также, конечно же, самое-самое важное и самое главное в номере, я считаю, это кровать. Посмотрите, какая прекрасная кровать. Она очень красивая. Мне просто нравится, как тут все выглядит. Такое дизайнерское, знаете, решение. И сочетание цветов просто бомба. Также можете обратить внимание, что тут есть часы, картина. Смотрите, меня прям привлекло внимание вот эта вот скульптура. Она прям необычная. Еще тут есть подушечка. И вот такой прекрасный вид. Прям Питер из нашего номера виден. Шторы. Посмотрите, какой потолок. Очень красивый. Также тут есть кондиционер. Что мне еще понравилось, это прям вот такие большие подоконники. Тоже можно тут посидеть, даже почитать что-то. Что я еще нашла? В вашем номере живет колонка Алиса. Вау. Смотрите. Есть также прикроватная тумбочка. Очень красивые картины. Что можно включить и выключить свет. Прям возле кровати. И давайте сейчас еще зайдем в ванную. Тоже такая белая дверь. На самом деле номер максимально эстетичный. Тут можно сделать кучу фотографий. Давайте я вам покажу ванную, душевую. Тут, получается, нас встречает такой вот полотенцесушитель. Вообще, что также заметила, что вся вообще там, допустим, техника, какие-то приборы, они прям максимально качественные. Максимально тут все эстетично, красиво и прям подобрано. Нас встречают маленькие полотенчики. Дальше тут разные генические наборы. Это вот такие вот тут щеточки. Сразу смотрите, с зубной пастой. Кран. Все работает отлично. Такая вот большая раковина. Это у нас лосьон для рук, а это мыло для рук. Туалет. Туалетная бумага. Фен, конечно же, обязательно тоже есть. И вот такой вот душ. Мне очень понравилась рассветка. Черный с золотым. Максимально классно и эстетично. Также тут есть шторка вот такая черная. И давайте посмотрим, что тут у нас есть. Это кондиционер и шампунь для волос. Ну правда, ребят, как у вас оценка? У меня просто 10 из 10. И вот такое огромное зеркало. Кстати, что также хотелось бы отметить. Внизу под раковиной у нас лежат два вот таких вот больших полотенчика. Также лежат два халата. Таких красивых бордовых. Потом есть тапочки. Что тоже классно. Еще есть, смотрите, что это такое. Это увлажнение воздуха. Водный освежитель. Первый раз такой вижу. Но мне кажется, наверное, очень классная вещь. И еще два полотенчика. Полотенец на самом деле много. Огромный плюс. Ставлю лайк. Рядом с отелем, конечно, тоже есть магазины. Поэтому мы первым делом пошли в Перекресток. Мы пришли в Перекресток. Такой небольшой магазинчик тут. Вот, что взяли тут уже. На утро взяли еду. Так тут все выглядит. Ну что, друзья, всем доброе утро. Я сейчас уже накрасилась. Сейчас буду еще сушить волосы. Сходила в душ. Кстати, эти средства для волос очень классные, которые я вам показывала в рум-туре. Ну и, собственно, скоро мы будем уже выходить из отеля. Ну что, мы прошли буквально две минуты от нашего отеля. Вот уже Адмиралтейство. И сейчас мы пойдем дальше. Там уже виден Эрмитаж и тоже разные достопримечательности. На самом деле это так круто, что не надо ехать ни на метро, ни на автобусах. И даже ты немного прошел пешком, и ты уже в центре города, у главных достопримечательностей. И правда, это просто нереально круто. Я давно хотела поехать в какой-то город и прям жить в самом центре. Эрмитаж — это второй по величине художественный музей в мире. Здесь хранится больше трех миллионов экспонатов. Чтобы осмотреть их все, понадобится десятки лет. Поэтому я сейчас вам покажу небольшую свою подборку, что мы увидели, что мы встретили. И начинаем с культуры Древней Египта. Иорданская лестница. Вот так она выглядит. Просто поражает своей могущественностью, величественностью. Да и, впрочем, все залы Эрмитажа наполнены богатством, красотой. Это правда сокровище, достояние. Субтитры подогнал «Симон» Прошли буквально шесть минут от нашего отеля. И тут вот такой красивый Исаакиевский собор. Я думаю, что все знают данную достопримечательность. Такая вот красота. Среди полей, среди света светящихся звезд нас Накрывает ночами вопрос, где наше место, особенный остров, Тот уютный дом и невесомый космос. И как сказал один поэк, Хорошо там, где нас нет. Ну и гуляя в центре, мы решили еще зайти поужинать, выбрали место там, Где много людей, и мы взяли, получается, курицу, картошечку. В принципе, было вкусно. А мы по вороту не заглянут. То ли близко, то ли далеко. Звезды так низко или высоко, мы под теченью и против него. Но... Среди света светящихся звезд нас накрывает ночами... Ну что, ребята, Мои прекрасные, насыщенные два дня в Санкт-Петербурге подошли к концу, Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, Подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Но поездка еще не закончилась, Поэтому я буду еще снимать один влог. Так что скоро вы также сможете его видеть на канале. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну а я с вами прощаюсь. Всем желаю счастья, любви, добра. До новых встреч. И всем пока-пока.